Приветствую вас, я думаю, что сперва отвечу вам на ваши вопросы, так оно будет справедливо, а потом уже дам какие-то свои комментарии по поводу того, что вы написали. Мужчина делает то, что делает по одной простой причине, и причина эта называется гордость. Именно из чувства гордости мужчина не идет на контакт, именно из чувства гордости мужчина делает все то, что делает, именно из чувства гордости, а точнее из мстительного желания заставить свою любимую, значит, как-то мучиться, переживать, испытывать чувство вины, он задает такие вопросы, ну, потому что, скорее всего, как и его любимая, он знает, что она понимает, что кроме него больше такие вопросы задавать, кроме нее, точнее, больше такие вопросы задавать некому, вот. Что происходит? Мужчина пытается добиться чувства вины. Для чего мужчина пытается добиться чувства вины, почему мужчина пытается это сделать? Потому что это проекция его вины, его чувства вины за то, что он сделал, вот, то есть он винит себя за свое поведение, вот. Ну, как правило, это происходит именно так. Вот. И, значит, соответственно, возникает запутный круг, по сути, как у алкоголика. Да? То есть алкоголик начинает пить, как правило, из-за нехватки любви, из-за, в общем, из-за вины. Если так вот грубо, то из-за вины. И, как бы, напиваясь, такой человек, ну, по сути, дело, он... Что делает, что происходит, да? Напиваясь, такой человек вроде бы как расслабляется на какое-то время, да? А потом, соответственно, когда он, там, ну, протрезвеет, например, вот, он чувствует, что всё. Попал. То есть, как бы, он чувствует, что всё. Ещё хуже стало. Всё. Понимаете? Какая история. Вот. И, соответственно, соответственно, всё идёт по такому своего рода замкнутому кругу. Вот. И здесь, в общем и целом, ситуация тоже идёт по замкнутому кругу. Вот. Мужчина, он, сознательный или нет, сам себя поместил в этот тупик. Вот. Безусловно, безусловно, он это сделал. Потому что ему это было нужно. Ему нужно было поместить себя в этот тупик. Он хотел поместить себя в этот тупик. Подсознательный, да, если он этого не осознавал, он всё равно этого хотел. Вот. Значит, да, другой вопрос. Почему он этого хотел? Зачем это было ему необходимо? Это очень другой вопрос. Как правило, люди ставят, помещают себя в тупик ради избегания ответственности. То есть, ваш мужчина избегает, ну, или не ваш мужчина, а мужчина, это девочки, избегает ответственности. Вот. Она ему прикид. По факту. Ему просто некомфортно быть в этой ответственности. Вот. Просто некомфортно. Ему. И, собственно, всё. Вот. Отсюда и возникает его такое вот поведение, такая его позиция. Что девочка такая сама из себя плохая, девочка такая сама из себя прям вот вредная, неправильная и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а мужчина, значит, соответственно, мужчина, он такой весь сам себе, опять же, правильный и бедный, несчастный. Значит, вот. Ну, очевидно совершенно, что... Подобная позиция просто тещет самолюбие человека. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению, это происходит именно так. Именно так. Вот. Тещет самолюбие мужчинам. Вот. Надеюсь, что вам данный ответ понравился. Я просто надеюсь, что данный ответ объяснил вам какие-то вещи, которые, ну, вот, не были понятны. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Теперь я хотел бы, если вы позволите, теперь я хотел бы дать, ну, дать мне некоторые такие комментарии по поводу того, что вы написали. Да? Давайте пойдем по порядку. Сейчас. Ладно. Значит, вы начинаете с того, что говорите. Зачем бы ему задавать анонимные вопросы? Это же сразу момент, что спрашиваете вы не про себя, как нужно было бы. А спрашиваете вы про, ну, про человека. То есть, про другого человека спрашиваете вы. Это, как правило, либо защитная реакция, либо, соответственно, избегание. Вот. Опять же, избегание чего, ну, однозначно сказать сложно, но тем не менее. То есть, человек здесь избегает. Или проецирует. Свои чувства. Либо страх, либо вина, либо что-то еще. Это первое. Второе. Второе. Вы говорите, представьте себе ситуацию. То есть, это абстрагирование. Как бы помещение себя во вне истории. Во вне истории, во вне ситуации. Хорошо ли это для, эээээ, значит, ну, для человека? Хорошо ли это для, эээ, собственно, ору, для повиции? Расчет ли это для выстраивания отношений? каких-то, к сожалению, нет, к сожалению, нет, потому что если говорить, если думать так, что энный, энный молодой человек обижен на девушку, то речь ведется как бы в третьем лице. А значит, человек, потенциально вы, хотя, может быть, вы просто подруга, может быть, вы просто ещё кто-то, но тем не менее, скорее всего, это вы, вы оказываетесь в отдалении, отстранении от ситуации, от проблемы. И, в общем и целом, то, что я хочу сказать, это то, что по годе человеку это не делает. То есть, это не делает его приспособленней, это не делает его адаптирования, это не делает его защищённей. Нет, это не делает его таким. На самом деле, цель – это простая иллюзия, потребность защищаться. Вот, абстрагирование в данном случае – это защита. Другое дело, конечно, вопрос от чего защищаться. Вот, это, на мой взгляд, самый, ну, самый-самый такой, ну, самый важный вопрос. От чего защищаться хочется? А, вот, допустим, допустим, потенциально вам, потенциально вам, от чего хочется защищаться? Зачем вы защищаетесь? То есть, если, если вы защищаетесь, значит, ну, наверное, наверное, от чего-то защита нужна. Вопрос только в том, от чего нужна защита. Или от кого, ну, скорее всего, от чего. Может быть, может быть, я не говорю, что это так, но, может быть. Есть чувство вины. Так же, как и у него есть чувство вины, а также есть чувство вины и у, например, вас. Если это вы, если это всё-таки вы. Вот. И, соответственно, либо есть что-то ещё, например, есть потребность быть с этим молодым человеком, да, есть, ну, просто потребность. Потребность быть с ним. Несмотря ни на что. Несмотря ни на проблемы. Вот. Но, как бы, гордость не позволяет, да. То есть, вы понимаете, что, как бы, молодой человек поступил плохо, как бы, что он, ну, ведёт себя поразительно, вы это понимаете. Вот. Но всё равно вам хочется быть с ним. И признать этого вы не можете. Вот. Знаете, какая история. Такая история. И поэтому, поэтому вы, с одной стороны, понимаете, что, как бы, ситуация глупая очень. Ага. Но, тем не менее, вы в неё реально вовлечены. И реальную вовлечённость вы принять не хотите. Вот. Такая вот история. Конечно, с этим можно спорить, потому что это всего лишь предположение, с этим можно спорить. Я бы сказал, что это нужно обсуждать. Вот так я бы сказал. Но, тем не менее. Тем не менее. Это вот если говорить, ну, про эту часть вашего сообщения, вашего текста. Значит, энный молодой человек, да, то есть, почему не мой, сильно обидит на девочку. Все её попытки помириться отвергают. Гордый, либо действительно очень сильно обидит. Ну, скорее всего, гордый. Либо не уверен в себе и задет его самолюбие. Что, опять же, не проблема дев девочки, а проблема именно молодого человека. От неё бегает, и всё в таком духе. Честно скажу, смешно было это читать, конечно. А, вот, вот. Бегает от неё. Она такой демон-тиран, да, что надо от неё бегать, видимо, вот. Гоняется там за молодым человеком, видимо, своей девушкой. Вот. То есть, я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю. Но, вот, как минимум, это очень, очень весёлая такая история, что, ну, один человек там бегает от кого-то, там ещё что-то происходит. То есть, это, всё это навевает мысль о том, насколько вообще здоровы отношения между людьми, насколько отношения именно здоровы. Потому что, ну, ну, например, есть сомнения. У меня есть сомнения значит того, что отношения здоровы. Вот. Либо сомнения есть в том, насколько мужчина, ну, насколько мужчина вообще мужчина. Вот так. То есть, что это за мужчина, который бегает от своей девушки, да, ну, для меня загадка. Вот. С другой стороны, девочка, она, как бы, сама выбрала мужчину, который от неё бегает. Да, то есть, ну, его вот эта вот трусливость, да, скажем так, она же проявилась не только сейчас, она же, скорее всего, была ещё раньше, она была ещё как-то когда-то, вот. И девушка приняла, приняла, ну, такую черту мужскую. Вот. Это было её, это было её право. Вот. Правда, принесло ли ей это пользу какую-то, да, это большой вопрос, соответственно. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае. Девушка, которая бегает от своего мужчины, это, конечно, классно. Ой, наоборот, мужчины, которые бегают от девушки, извиняюсь, 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 извиняюсь. Вот. Дальше идём. Дальше идём. Так, в социальных сетях занёс чёрный список, эээ, молит в отметку, зато, что ранее она сделала это на эмоциях, но потом, эээ, она его брала и исчезла, а он нет. Хе-хе-хе-хе. Ну, честно, детский сад какой-то происходит. Эээ, да, мужчина сделал это в отметку, мужчина сделал это, потому что у него, эээ, я бы сказал, эээ, чересчур, эээ, ранимое самолюбие, вот, у мужчины. Мужчину легко задеть, очень. Эээ, вот. Мужчину легко зацепить, и корни этого, конечно, лежат в том, что человек не уверен в себе. Вот. Ну, то есть я надеюсь, что это очевидно, что человек не уверен в себе. Очень сильно, причём, не уверен в себе. Раз, эээ, его настолько легко задеть. Вот, стоило, стоило девочке, эээ, занести его, эээ, в чёрный список, да, и, и всё. Всё, собственно, собственно, и всё. И тут же, тут же, она враг, номер, номер один. Так вот, он не может никак ей этого простить. Вот. Ну, то есть это, это вот такая история. И, опять же, здесь можно сказать, что девушка, она, эээ, 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 сама выбрала, выбрала, эээ, эээ, себе, эээ, такого товарища. Вот. Здесь уж, эээ, как бы ничего не поделать, да, то есть. Ну, опять же, я не уверен, что это появилось вот только, прям вот, ну, вот, в этот раз. Понимаете? Ну, не уверен я в это. Не может такого быть, чтобы появилось только в этот раз. Ну, скорее всего, это было. И девушка всегда об этом, об этом знала. Вот. Просто надеялась как-то, наверное, что пройдёт, что попустит, как многие, эээ, ну, как многие девочки, как многие русские женщины надеются, что это пройдёт, что будет по-другому, будет лучше. Вот. А в итоге всё только хуже и хуже, потому что мужчина не сталкивается, эээ, с ответственностью, эээ, за, эээ, свои, эээ, поступки. Вот. А если не сталкивается впоследствиями, то, соответственно, никогда ничего, ничего и не поменяется. Вот. Дальше. При этом эээ, в скайпе она его заблокировала, потом блокировку убрала, а он до сих пор не удалил. А он до сих пор не удалил, как бы оставляя этот канал связи. Ну, вы знаете, эээ, будь девушка немного повзрослее, она бы давно бы уже, в общем и целом, эээ, поэтому канал связи, эээ, что-нибудь написало бы, такое, типа, там, хватит страдать вообще, эээ, фигней, да, например, либо мы с тобой общаемся нормально и поговорим, либо, там, ты меня больше не увидишь, например. Потому что так может длиться вечно. Вот. Но с другой стороны, вы пишите, что попытки-то он отвергал помириться, ну так, а, тогда непонятно, как это, вот, увязывается с тем, что канал связи оставил. То есть, ну, если есть канал связи, допустим, наверное, нужно пользоваться этим каналом связи, потому что такой человек, такой человек, он каждую минуту промедления, даже, да, каждую минуту промедления он выполняет как оскорбление. То есть, вот, он связь оставил, а вы, там, или девушка, ну, его не воспользовался, да, и так далее. Вот. Ну, такая история. Такая история. Печальная, надо сказать, история. Вот. Очень печальная, печальная история. То есть, вот, есть канал связи, да, но с каналом связи никто не пользуется. Вот. Ну, соответственно, зададим вопрос. Ну, ладно парень, ладно парень, да, он, ребёнок, ребятчица, вот, и так далее. Ну, девушка, девушка, она же себя как взрослую позиционирует. Какую она выгоду получает от того, что делает? Какая-то выгода есть, сто процентов. Вопрос в том, какая. Дальше идём. А, значит, так. При этом ей регулярно поступают найденные вопросы на АСКОФМ, по типу, с кем бы у тебя были отношения лучшие и так далее, так далее, так далее. Я сказал, что у вас чересчур интернетизированы отношения, если можно так выразиться. То есть, очень много интернета, очень много скайпы, АСКОФМ, значит, что-то ещё есть у вас. Зачем? Зачем эта вся история нужна? Для чего? Если вы, ну, если вы вроде как вдвоём, если вы вроде как встречаетесь и так далее, вот, ну, зачем? Просто зачем это нужно? Ну, вот. Чтобы вот такие ситуации были, ну, вот они, они, в принципе, эти ситуации и есть, понимаете? Вот. И... что здесь можно сказать? Ну, ничего здесь нельзя сказать. Ну, понимаете, то есть, вот... Вот. Есть интернет, мужчина этим интернетом пользуется. Вот. Плохо ли это? Да. Да. Можно ли что-то поменять? Да. Да, можно. Поменять можно, если вы, например, перестанете общаться в этом самом интернете. Вообще. То есть, просто обрубите, обрубите вообще, вообще, каналы связи по интернету. Не будете взаимодействовать друг с другом по интернету. Ну, и, конечно, стоит перестать обращать внимание на мужчину. Да. Играть в его игры. Вот. Сейчас вы играете, к сожалению, в его игры, и это... Ходит вам боком. Вот. Дальше, значит... Так. Задавать их просто больше некому. Ну, зачем, постороннему, например, знать, с кем были лучшие отношения, если... Любое названное имя ни о чем не скажет. Ну, это вы, опять же, говорите о ком угодно, только не о себе. И вот это основная проблема, что вы не говорите о себе. А зачем он так делает? А зачем он так делает? А зачем вы это делаете? Эмоционально вовлекаетесь в его игру. Понимаете? Вот. Получается, не хочется, не хочется разговаривать даже, сам мучается, скучает, но на контакт не идет. Да, гордость. Гордость. Опять же, многие русские мужчины этим грешат. Ну, мужчина должен быть сильным, мужчина не должен быть слабым, и тем более быть слабым с женщиной. Вот. Если мужчина слабый, а женщина, то она его в бараний рог согнет. Вот. Отсюда гордость. Да. Это так. Это так. Здесь, опять же, вы либо человека принимаете, либо нет. Собственно говоря, ну, вот, мужчину таким, как он есть, либо этого не происходит, не происходит. По-другому у вас просто будут постоянно проблемы, постоянно будут трудности, постоянно будут какие-то перепалки, недоговорки и так далее. Вот. Вы хотите, чтобы выбор сделал он? На самом деле, выбор нужен взгляд вам. Вам нужен взгляд выбор. Сделайте его, и вы увидите, насколько вам полегчает. Насколько проще станет ваша жизнь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Интересно, что спрашивая про анонимные вопросы, вы сами задали свой вопрос анонимно. Вот. Я смотрю, что вы научились у своего молодого человека. Вот. Если это вы, конечно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего доброго и удачи.